Станислав Рэм. «За тихой и темной рекой». Роман. Серия Сибириада. Москва. Вече. 2013 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Картина первая. Эпиграф. «Чрезвычайно интересный край. Жизнь здесь кипит такая, о которой в Европе понятия не имеют». Антон Павлович Чехов. Облаговещенский на Амуре. 1890 год. Глава первая. Эпиграф. В прохладе Делия сказала «Здесь, по воле случая, мы все сошлись. Начнем забаву новую, и рать пусть каждый двинет, чтоб игру начать». Уильям Джон Каисса. 1763 год. Последним прибывший в город пароход покинул молодой человек лет тридцати, светловолосый, довольно приятный наружности, с манерным обхождением. Данный факт старший надзиратель Василий Григорьевич Самойлов отметил моментально. Приезжий помог немолодой особе спуститься на пристань, при этом слегка придерживая под локоток, затем опустил на деревянный помост багаж той особы и, приподняв знак признательности за ее доверие модной клетчатой кепи, покинул даму. Наметанный глаз Самойлова профессионально обратил внимание на легкое движение правой руки франта, якобы случайно несколько раз коснувшегося сумочки дамы. Наверняка что-то вытянул. Василий Григорьевич бросил цепкий взгляд по сторонам, нет ли у прибывшего молодчика сотоварищей, и, визуально убедившись, что тот один, последовал за любопытной личностью к речному вокзалу. Окинув быстрым взором под ответственную территорию и заметив младшего надзирателя Штаменко, Самойлов пальцем поманил того к себе. Круглый невысокого росточка подчиненный подкатился к своему прямому начальству. — Вот что, Штаменко, — Самойлов говорил тихо, чтобы приезжий, остановившийся в нескольких шагах от них, ничего не услышал. — Старуху, что сошла с парохода, видишь? — Так точно. — Догони и аккуратно так выспроси, не пропало ли что из ее ридикюля. — Откуда и чего не пропало? Штаменко имел всего три класса церковно-приходской школы, а потом некоторых благородных слов попросту не знал, и сумки ее. — Вспалил Василий Григорьевич. Впрочем, внешне это заметно не было. — А, понял. И мухой ко мне, как только посмотрит. Молодой человек между тем поставил на деревянный настил саквояж, стянул себе пиджак из кармана коего предусмотрительно вынул носовой платок, провел платком по вспотевшему лбу и окинул взглядом развернувшуюся перед ним местность. — Да, — несколько мрачно промычал приезжий, тяжело вздохнул. — Вот мы и уцели. — Простите, — прокашлялся подошедший в качестве первого лица на пристани Самойлов, — из прибывших будете? — Совершенно верно, — кивнул молодой человек и снова мрачно посмотрел на здание в ложно-котическом стиле с башенками, под ярко-красной крышей которого выделялись черными буквами буквы. — Благовещенск. Приезжий, как его окрестил Самойлов, Франт снова вытер лоб и повернулся в сторону стражи порядка. — На бумаге желаете взглянуть? Самойлов хмыкнул. — А молочка-то похожа с наглецой. — Желательно бы. Молодой человек тут же вытянул из кармана брюк помятые бумаженцы и сунул их в руки полицейского чина. Тот скептически начал их перебирать. — Могли бы документы в более приличестенном виде содержать. — Попутешествуйте десять суток, да по такой жаре вы не то, что о документах, о себе самом заботиться перестанете. — Оно и видно, — пропормотал надзиратель. Принялся изучать бумаги. — Скажите, любезный гость, несмотря на усталость, оказался весьма любопытным, чем мешал Самойлову внимательно вчитываться в документы. — А сколько душ проживает в вашем городишке? Василий Григорьевич медленно разворачивал бумаги. Молодой человек сунул их ему в руки с десяток, и каждый из них внимательно просматривал, медленно читая в полголоса. — Паспорт уроженца Астраханской губернии, Белого Олега Владимировича, 1865 года рождения, А.Т.Р.Х. — Рождество Христово, — с иронией в голосе перевел молодой человек. — Так сколько у вас населения? — Вам к чему сие знать? — Самойлов продолжал медленно рассматривать каждую бумажку, делая вид, что будто бы грамотиво обучались с трудом, да и то из-под палки. — Интересно. Надиратель снова уткнулся в бумаге. — Много вас тут, любопытных. — Где в данный момент проживаете? — На данный момент я имею счастье стоять перед аркой вашего захолустного городишки и ждать, пока вы вернете мне документы. Самойлов бросил косой взгляд на собеседника. — Нет, Ферд явно не из уголовников, — пришел к новой мысли надиратель. — Слишком спокоен и нагл. Карманник тебе под вострастью обучен. — Положай, не льстить обязывает. — А сей господин ведет себя так, будто для него закон не писан. Толстые пальцы Самойлова между тем продолжали перебирать листы со следами потертости в местах сгиба. — Господи, сколько ж у него! — И паспорт, и санитарный табель. Письмо от кого-то. — М. Лозгина и «А это что такое?» У полицейского глаза на лоб полезли. Последним документом оказалось уведомление о том, что податель сего документа, господин Белый Олег Владимирович, является никем иным, как штатным сотрудником канцелярии Санкт-Петербургского охранного отделения, и по личному поручению генерала Оскольского направляется в Амурскую область с инспекционной проверкой. Надзиратель еще более вспотел, отчего широкое лицо его налило с кровью, и, трижды не доверяя глазам своим, перечитал послание из стольного града Петербурга. — По четвертому закрепляющему прочтению правая рука полицейского сама собой потянулась к козырьку фуражки. — Прошу извинения, ваш брать. Олег Владимирович сунул бумаги обратно во внутренний карман цивильного кителя и потянулся за саквояжем. — И все-таки сколько в вашем городишке аборигенов проживает? — Обижаете, ваше благородие. Самойлов хотел бы предложить услуги в переноске вещей приезжего, оказать посильную помощь, но после таких слов передумал. — Пусть сам тащит, — решил в душе надзирать. — Тоже мне нашел аборигенов. Однако оставлять вопрос без ответа не решился. — По последней переписи — тысяч сорок. В голосе Василия Григорьевича невольно прозвучала гордость. Впрочем, на господина Белова она не произвела никакого впечатления. Владой человек услышал ее, вновь тяжело вздохнул. — Сорок тысяч. Это называется губернским городом? В сей момент младший надзиратель Штыменко подбежал к Самойлову и зараслал ему только что, доложили, будто Василий Григорьевич неожиданно оглох. — Все в порядке, смею доложить, ничего не пропало. — Пошел вон, — прошипел Василий Григорьевич, так, чтобы не заметил приезжий, повернувшись слегка боком, показал подчиненному кулак. Тот, вмиг осознав свою оплошность, тут же исчез в толпе. — Господи, Боже мой, — между тем продолжал мыслить вслух гость, — трамваи, естественно, в вашем заколустии нет. — Простите, и чего у нас нет? — Самойлов решил, что ослышался. — Естественно, Василий Григорьевич знал о том, что в мире существуют трамваи. Но таким видом транспорта могли похвастать только столичные города, даже в Хабаровске, центре Дальневосточного края, и то не имелось ничего подобного. Представитель столичной канцелярии, между тем, продолжал экзекуцию. — А гостиница или хоть какой-нибудь постоялый двор имеется? — Обижаете. Самойлов незаметно расстегнул верхнюю пуговицу мундир и тут же застегнул ее обратно, миг сообразив, что приезжий может не понравиться его внешний вид. Принесла же и нелегкая на его голову этого. — Гостиница Монжини, к примеру, имеется. — Очень солидное заведение. — Рекомендую. — Принадлежит французу Луи Монжини. — У Анисима Егор Челук, Янова неплохое заведение. Пользуется большой популярностью. Опять же, Кувшиновское подворье, Кондрашовское. Столичный гость из-за вздохнул. — Достаточно. И в какой из них нет клопов? — Да что вы такое говорите? Какие клопы у нас этим даже очень? Господин приезжий как-то странно проник взором. — Глазами бутылочного цвета в самые зрачки Самойлова, и тот понял. — Далее врать не следует. Несколько раз надиратель для проформы хлопнул пышными ресницами, явно понимая, что более выгораживать владельцев гостиниц смысла нет, и произнес. — Поезжайте в Мичуринскую. По крайней мере, там ресторация неплохая. Человек из столицы и Василий Григорьевич перешли через площадь на проезжую часть улицы. Людской гомон, лошадиные ржани, топот копыт по пыльной земле, запах свежего навоза, крики торговок, все это разом обрушилось на приезжего. — Это у вас что, всегда так? — прокричал гость в сторону полицейского. — Нет, — замотал тот в ответ головой. — Раз в неделю, когда пароход, а так тихо, спокойно. Олег Владимирович приподнял голову и посмотрел вверх. Над городом висела странная завеса. — Это что, дым? — поинтересовался столичный житель. — Нет. Самойлов рискнул достать платок, который тут же стыдливо скомкал в кулаке и быстро спрятал в карман. Кителя, так и не решившись вытереть вспотевшую шею. — То, прошу, прощение, пыль, у нас завсегда так по лету, когда жара стоит. А дождик пройдет, и красота сразу свежо и чисто. Главное, чтоб ливня не было, тогда все дороги развезет, ни одна повозка версты не проедет. Господин Белый что-то промотал себе под нос, принялся проталкиваться сквозь ряд торговцев к тоскующим в тени тополей пролеткам. Самойлов, следуя за господином из столицы и наблюдая за его действиями, с трудом себя сдерживал. Можно, конечно, предупредить столичного гостя о том, что в такие дни извозчики дерут с приезжих три шкуры за поездку в любую сторону города. Да, махнул рукой. А чем, собственно, этот лучше других? Надо же им, аборигенам, хоть как-то выживать. Белый, наконец, выбрал себе повозку, устроился на скамье позади извозчика, кинул вещи у ноги и, повернувшись в сторону полицейского, «Будьте любезны, когда станете докладывать своему начальству в моем приезде, передайте, что я прибуду к ним с визитом не раньше семь вечера. Мне нужно после дороги себя в порядок привезти». «Ишь ты, какой прыткий!» — чуть было не сорвалось языка Самойлова. Но он вовремя захлопнул рот. Белый усмехнулся. Гость прекрасно понимал состояние надзирателя, а потому ему еще более хотелось того задеть, но подобного Олег Владимирович себе позволить не мог. А вдруг сей статный мужик в форме ему в дальнейшем поможет оказать услугу? Кто ж его знает, как он далее повернется? А потому портить отношения в первый же день приезда никак не стоил. Олег Владимирович Кивком головы откланялся представителю власти и тронул зводчика за плечом. Самойлов проводил взглядом удаляющую свою пролетку, после чего бросил со всех ног зданию вокзала к так называемому узлу связи, где были установлены телефонные и телеграфные аппараты. Обиталище телеграфиста Комарова, мужика тощего и противного. Комаров, слова с трудом вырываясь из грудной клетки надзирателя, срочно, телефон, соеди меня с управой, мухой. Мухой никак не можем, телеграфист с достоинством поправил Пенсней и продолжил. Телефон есть изобретение. Перед вышеуказанным Пенсней вознесся волосатый кулак Самойлова. Мухой, я сказал. Громогласный рев и недвусмысленный жест полицейского произвели на Комарова магическое действие. — С кем соединить, Василий Григорьевич? Гелейный голосок телеграфиста взлетел до небывалой возвышенности под бострастность. — Самим? — Понял с сей момент. Не извольте успокоиться. Пока Комаров накручивал ручку телефонного аппарата, висящего на стене, Самойлов скинул фуражку, схватил кружку и, сорвав с ведра крышку, черпанул холодной колодезной воды. Кадык дернулся после большого глотка и тяжело заходил по тщательно выбритой шее надзирателя. На том конце провода в двухэтажном доме на пересечении улиц Иркутской и Благовещенской трубку подняли практически сразу, вот та же дали вызова. — Ваше превосходительство, господин полковник! Василий Григорьевич всегда называл свое руководство только воинским званием, нежели Вашим высокоблагородием. Как считал Самойлов, там было так более приятно. К нам в город пожаловала неординарная, я бы сказал, так неоднозначная личность. Владимир Сергеевич Киселев, губернский полицмейстер, человек в возрасте и приличной достатке, невольно отдернул руку, держащую трубку от уха. Самойлов буквально кричал в мембрану, будто Киселев находился на другом конце города, на другом краю света. Надзиратель, пытаясь как можно быстрее и подробнее рассказать о случившемся, говорил скомканно, сбивчиво и отчет истерично. Владимиру Сергеевичу понадобилось несколько минут, чтобы понять, что же в конце концов произошло. — В какую, говоришь, гостиничество и приезжий направился? — полковник тут же понял, что ему следует сделать в первую очередь. — Мичуринскую будет меня к семи. — Вот что, Самойлов, поставь мне с себя замену, а сам ко мне с своими подозрениями. Как только трубка опустилась на рычаг телефона, Владимир Сергеевич вызвал помощника, Алексея Никодимовича Лубнева, личность, по мнению полицмейстра, мелкую, глупую, бездарную. И хотел бы с ним расстаться, да все же близкий родственник первого городского банкира. — Вот что, Алексей Никодимович, — проговорил Владимир Сергеевич, одновременно выкладывая перед собой лист бумаги и ручку. — Свяжи-ка ты меня посредством телеграфного аппарата со столицы, а то давненько что-то с берегов Невы не было сообщений, и отправь сию депешу. С последними словами Киселев макнул перо в чернильницу и четким красивым почерком стремительно вывел на белоснежном листе. — Прошу подтвердить личность господина Белого О.В., прибывшего с инспекционной проверкой в Благовещенск. Полицмейстер Амурской области города Благовещенска, его эмиратское величество, и передал текст в руки помощника. На узле же связи Самойлов, пока Лубнев со всех ног нес и почтово-телеграфной конторе, опустившись на крашеный табурет, расстегнул мундир и ввел в себя третью кружку воды. — Собачий, признаюсь тебя, к воров, у меня должность. Взгляд надзиратель остановился на стенных часах. Кукушка зафиксировала время десять тридцать две утра. — Принимать новых гостей, правда, к начальству вызывают, на самый верх. — Начальство, ну, конечно, да, — выдавил из себя Комаров и с трудом сдержал зевоту. — А гости? Так что ж в этом плохого, Василий Григорьевич? Скучно понерисовался телеграфист. Признаться, ему сейчас совсем не хотелось общаться с полицейским. Жара, духота, противный липкий пот. Но терять доверие старшего надзирателя, чины в полицейском департаменте небольшого, но в данное время подчиненного лично губернскому полицмейстру в связи с болезнью частного пристава Глушкова, все-таки желания не имелось. А потом Комаров продолжил. — Новые люди и новые впечатления, ведь это хорошо. Тебе, может, и хорошо. А вот мне в мои сорок два совсем иначе. Металлическая кружка ступым стуком опустилась на стол. Самойлов еще раз взглянул на часы и провел рукой почти лысому черепу. И все-таки брат Комаров, несмотря на показанную бумагу, не нравится мне наш новый гость. Чем он вам не приглянулся? Черт его жара! Поскорее бы она кончилась, или уж Самойлов ушел. Сейчас кем-то приезжим к нему прицепился. А вот тем и не понравился. Задумчиво протянул надзиратель. Руки у него больно шалавривые. Я, Комаров, на своем веку много всякого люда повидал. Особенно с темным прошлым. Так вот, ручонки у нашего гостя как раз из той оперы. Так что ж вы сразу не сказали об этом господину полицмейстру? Комаров распахнул ворот китель и принялся обмахивать тонкую шею простеньким китайским бумажным веером, привезенным зимой с другого берега Амура. Не пришлось бы являться перед их светлые очи. Сказать-то оно можно было и можно. До сомнения взяло. А вдруг ошибаюсь? Самойлов резво поднялся на ноги. Вдруг он таки есть тот, за кого себя выдает, только провоцирует нас? Сейчас ведь сам черт не разберет, кто есть кто. Тут, брат Комаров, главное в просак не попасть. Иначе беда. Ладно, пойду до Мордюкова, прикажу, чтоб подменил. Вот ведь приехала холяра на мою голову. Надзиратель тяжело вздохнул и направил свои стопы к пролетке со спящим на козлах мужиком. Олег Владимирович Белый, откинувшись на нагретое солнцем кожаное сиденье, лениво осматривался по сторонам. Собственно, именно таким он себе Благовещенск и представлял. Маленький, невзрачный и очень пыльный. Пыль не просто висела над годом, а налезла в нос, в рот, в уши, за ворот сорочки, отчего казалось бы, что пыль самое главное, что имелось в этом захолустном городке. Да, Благовещенск не мог похвастать своими размерами. Основанный полвека назад, как пограничный пост, в излучине двух рек Зеи и Амура, он неожиданно из военного гарнизона превратился в мирное поселение. А потому теперь уездный центр нес в себе две функции — охранную и статскую, что, впрочем, для Российской империи было не вновь. Дома, которые оставались позади пролетки по веим странам, широкие улицы были деревянными, из крупных прочных бревен высотой достигали пяти аршин, крепкие, основательные, рассчитанные на сильные и жестокие морозы. Белый присмотрелся внимательнее и отметил любопытный факт. Среди довольно простых бревенчатых строений, стоящих стройным рядом вдоль дороги, иногда встречались экзотические постройки с претензией на изыск, с причудливыми резными наличниками и карнизами. Многие дома имели дикую зеленую раскраску, из чего Олег Владимирович с улыбкой сделал для себя вывод. Либо в город никакой иной краски, кроме зеленой, никогда не завозили, либо местные жители имеют страсть к баскировке. Вдоль улицы с обеих сторон тянулись деревянные тротуары, по которым неспешно прохаживалась редкая местная публика. Олег Владимирович тронул извозчика за руку. — Скажи, любезная, почему у вас дорожки не из камня выложены, а деревянные? Они же быстро изденьют. — Так, ваше благородие! — тут же отозвался мужик. — Откуда ж в наших краях взять камень? — Вот в Зейской волости там имеется. — Это, считай, верст пятьсот будет. — Кто ж повезет, отсель камень для этих самых дорожек. Для домов возят. Извозчик оказался разговорчивым, что импонировало белому. — Вот взять, к примеру, купца первой гильдии Мичурина. — Это того, в честь которого гостиница названа? — прибил стариков вопросом Олег Владимирович. — Не названа. — А его собственность с уважением произнес дед. И продолжил. — Кирилла Игнать, тот постоянного издка Минзейской волости. Дома строит. Вот недавно двухэтажную бакалею соорудил. — Красоты неописуемы. Изводчик повернулся в сторону собеседника. — Я как ту домину увидел, да речи потерял. — Белоснежная. — Со статуями мужиков, да баб по углам. — Да чудных спасибо. Бог, у нас все от мала до велика ходили смотреть на себе безобразие. — На какое безобразие? — Специально переспросил Олег Владимирович. Сделал вид, что не понял, что имел в виду старик. — Так на статуи? — Мужиков или баб? — То есть, теперь не понял старик. — Баб, конечно, мужиков-то, чего на них смотреть? Там и так все понятно. Молодой человек погасил улыбку. Однако вслух произнес следующее. — А кто у вас в городе более всех авторитетом пользуется? — Чем? — Пришла очередь удивиться стрику. — Я имею в виду, кто заправляет. Ну, губернатор, понятно, а еще кто? Мужик почесал лоб. — Так опять же купец первой гильдии Мечурин. И еще мужик принялся перечислять по памяти. Купцы Бубновы, Лаптев. — Ну, те не то. Или вот купец первой гильдии меня и фрол Степанович. Однако, старик выдержал паузу, Кирилл Игнатьевичу они разом взятые в подметки не годятся. Это почему? — Жаден боль наш Кирилл Игнатьевич. До денег у него прямо страсть. За рупью давится, а за стоя и родину продаст. — Так капиталы из товарубля и создаются, — заметил гость уездного городка. — Так то, но так, да он чересчур жаден. Снова тряхнул головой извозчик и замолчал. Повозка медленно везла Олега Владимировича по прямой, как стрела улицы, в центр города. По обеим сторонам дороги теперь начали появляться и двухэтажные строения, сделанные из обработанного бруса в крест, что являлось, как оплил белый, жильем для местного зажиточного населения. Низкоруслые, но широкие пушистые кронные деревья отбрасывали тень на тротуары. Олег Владимирович присмотрелся повнимательнее. На их тонких веточках чернили небольшие, похожие на чернику ягоды. — Черемуха, что ли? Извозчик проследил за жестом руки молодого человека и ответил. — Черемуха. — Этого добра у нас хватает, — добавил. — Очень вкусные пироги из нее делают. Если копить, не пожалеете. Как понял Олег Владимирович, они проехали рабочую слободку, ту часть города, где проживал простой люд, и пересекли невидимую черту, после которой землю города принялся осваивать народ денежный, состоятельный. Дома пошли в основном каменные, двухэтажные, с претензией на столичный вид, что несколько развеселило господина Белого. Неожиданно из переулка, мимо которого в тот момент проезжала повозка Белого, вывернули черные лакированные дрожки. На кожаном сидении, стремительно несущегося экипажа, расположилась красивая юная особа, раскинувшая руки, словно крылья, и с тем очарованием во внешнем виде, который может подарить только молодость. Девушка стрельнула у молодого человека дерзким взглядом и тут же отвернулась. Извозчик Олег Владимирович слегка мытью гнулся, одновременно натянув по воде, и привстал с козел. Кортуз с головой его стремительно слетел, когда он пытался произвести неумелый поклон проезжавшей пролетки. — Ты чего это, старик? Белый бросил еще один пристальный взгляд на черноволосую красотку, которую пара гнедых коней стремительно уносила по большой, и тронул извозчика за руку. — Кто это? — Так это госпожа Мичурина. — Дочка хозяин той самой гостиницы, куда мы едем. — И что? — Первая красавица города, уважительно и одновременно, несколько платоядно покорил извозчиком. Белый посмотрел на удаляющиеся дрожки, усмехнулся и откинулся на спинку повозки. — Видимо, ваш городок совсем запоршил, если сияли, и считается первой красавицей. Извозчик тяжело вздохнул. — Ох уж эти, молодые, да бестолковые. Мичурины. Не просто фамилия, а фамилия с гербом. — Проднится с ними, считает за честь. Да и дочка Мичурина не за любого пойдет. — Были уж претенденты, были. Старик хотел бы промолчать, но не сдержался. — Не знаю, барин. — Полина Кирилловна. — Ледя или нет, но красавица писаная. — Сами в скором времени убедитесь, — извозчик бросил хитрым взглядом через плечо и хмыкнул. — Эх, молодежь! Глава вторая. — Начнем забаву новую, и рать пусть каждый двинет, чтобы игру начать. Порядок Дафнис объяснит. Закон игры для всех и действий сторон. Уильям Джонс. Каисса. — 1763 год. Владимир Сергеевич Киселев прошел библиотеку военного губернатора. Здесь он бывал и ранее, однако скорее по делам служебным, нежели личным. Убийства в городе случались крайне редко, да и то по употреблению спиртного. Кражи места имели, но, опять же, раскрывались в короткие сроки. Были в городе бывшие каторжны, вот они доставляли самую большую головную боль полисмейстру. Именно из-за их художеств чаще всего Владимир Сергеевич приходилось посещать апартаменты губернатора. Ну, дело житейское. Сегодня же случай особый. Пока губернатор отсутствовал, Киселев окинул взором знакомый кабинет. Камин, портрет государя, на стенах акварели хозяина, письменный стол карельской березы, доставленный из самой столицы, персидский ковер на полу и полки с книгами. Сотни томов. Корешки плод настоящих книг отливали золотом. Военный губернатор отличался изысканным вкусом. Разбирался в изящных искусствах. Собирал не только то, что оценилось в высших петербургских кругах, большей части то, что любил читать сам, и предлагал другим. Владимир Сергеевич провел рукой по корешкам. Лично у губернского полицмейстра на чтение времени катастрофически не хватало. Местную прессу, в виде газеты «Амурские ведомости», он и то просматривал по служебной необходимости, потому что в редакции работали чересчур грамотные, политические, ссыльные. Могли всякого такого в статей понавставлять после расхлеба. Глава Амурской губернии Алексей Дмитриевич Боленский появился перед киселевым простом костюме с пятнышками краски на латсканных рукавах. Опять с мольбертом баловался, догадался Владимир Сергеевич. Алексей Дмитриевич предложил гостю кресло. Сам сел напротив, поставив на столик пузатую бутылку французского коньяка и два бокала. Губернатор Амиловит солидный и внушительный. Пятидесят двух лет отруду, высокий, крепкого телосложения, с пышными, роскошными усами, веселого нрава, обладающий превосходным чувством юмора, он пользовался шумным успехом у слабого пола. Чем, впрочем, отнюдь не пользовался своей страны. С чем пожаловали, хозяин раскрыл коробку с сигарами и предложил гостю. Владимир Сергеевич отказываться не стал. Из столицы к нам с инспекцией направили человека. Любопытно протянул генерал. И что он собирается проверять? Пока семья неведома. Он приводит в управу к семи часам. Поленский разлил коньяк бокалом. Один поставил перед костем, а второй принял согреть в руке. Вас что-то беспокоит? Киселев пожал плечами. Нет. Отчего же? Однако странно, не находите? Я занимаю пост губернского полицмейстра вот уж как двенадцать лет. За это время у нас было три проверки, и каждый предупреждали заранее. А здесь, прямо как в крамольной песке господина Гоголя. Простите за сравнение. То лишь различий, что сей молодой человек сам представился старшему надзирателю на пристани. Любопытно. Бленский вскинул брови. Что, прям-таки подошел и представился? Да в том-то и дело, что нет. Самойлову показалось подозрительным его поведением. Киселев сделал паузу. У него из головы никак не выходила беседа с надзирателем. Самойлов Риянов утверждал, будто петербургский гость не та фигура, за которую он себя выдает. А у Самойлова глаз наметанный. Недаром десять лет отслужил в сыскной полиции Омска. Но кто его знает, а ежели проверка началась прямо у пристани? — И чем же оно показалось ему подозрительным? — голос Алексея Дмитриевича привел Киселева в чувство. — Да так, мелочи. Владимир Сергеевич решил не открываться. Документ у него в порядке. Это Самойлов отметил. — Я на всякий случай послал депешу в столицу по поводу данной особы. Жду ответа. — Правильно поступили. Сигарный дым легким ароматом поднялся над курильщиками. — С вашим молодым человеком следует пообщаться, и желательно в неофициальной обстановке. Губернатор сделал глубокий глоток из бокала, поднес к вам сигару. — Конечно, любая инспекция неприятна. Даже если с душой нет малейшего грешка, даже и в нашем случае. Но перестраховаться следует. Как думаете встречать гостя? — Признаться о встрече я не думал. Если ответ придет положительно, естественно, придется оказать гостю всяческую помощь. Пусть почувствует наше гостеприимство. А пока думаю приставить к нему наблюдение. Так, на всякий случай. Заодно мой человек выполнит и функцию охраны. Конечно, городок у нас спокойный, но и в тихом омуте черти водится. Не дай боже, что с инспекцией случится. Вот тогда у нас начнутся большие неприятности. — А если он заметит слежку? — Не думаю, молодой человек из канцелярии, со скорой деятельности не знаком. Хочу по бумажной части. Мои люди смогут обвести такого вокруг пальца, он не заметит. — Может быть, может быть, как бы соглашаясь, проговорил губернатор. Главное только, чтобы инспектор всяких глупостей не говорил. Никуда не лез сам. Нам только сплятина не хватало, тем паче и в столице. Ну, от глупостей никто не застрахован, а вы постарайтесь застраховаться. — Возьмите инициативу в свои руки, ведь вы ко мне прибыли только за тем, чтобы получить одобрение на данные действия. — Считайте, что получили. — Просчитайте и шаги столичного гостя, а лучше всего направьте их. Подведите к нему опытного человека в качестве помощника. Не мне вас учить, как делается в подобных случаях, и держите меня в курсе детально. И еще. Приведите кое-кого к умуразуму хотя бы на некоторое время. То, что у нас крадут, так сказать, по мелочам, это для меня не новость. Все воруют, и везде наш город не исключение. А вот чтобы инспекция прошла без сучка и задоринки, и чтобы никакая... Вы слышите меня, господин полковник, абсолютно никакая информация не попала в столицу. Вот это в ваших моих интересах. А теперь поговорим о делах текущих. Олег Владимирович осмотрелся. Комната, которую ему предложили в Мичунинской гостинице, оказалась вполне приличной. Чистая, опрятная кровать с панцирной сеткой. Недалеко от кровати небольшой комод для личных вещей. На окнах тюль тяжелые гардины. Посреди комнаты круглый стол на кредоискательстве. На столе ваза с мелкими местными яблоками. Рядом с ней на округлом металлическом подносе графин, запотевший от холодной воды в нем, и два хрустальных стакана. Вокруг стола четыре стула. От общего коридора комнату отделяла небольшая прихожая, в которой с левой стороны находилась вешалка и полка для обуви, а справа и за двери туалет и ванная комната. — Неплохо, — промычал господин Белый себе под носом. Однако гостиничная прислуга в лице расторопного малого явно расслышала произнесенное, потому что разрисованная веснушками физиономия расплалась в довольной улыбке. Белому не понравилось поведение мальчишки. Он твердым голосом тоже добавил. — Тараканы ли клопы имеются? Улыбка вмиг слетела с лица пацана. — Как можно-с, — голос его слегка дрожал, — у нас приличное заведение, никакая там ночляшка, мы гостиница с именем, нам нельзя. Белый сунул руку в карман и бросил слуге гривенник. Мальчишка тут же успокоился. Олег Владимирович с тяжелым стуком опустился квояш на стол, повернулся к мальчику. — Свободен, только распорядись, чтобы мне приготовили обед. Слушка снова расслел. — Так с ним никто здесь не разговаривал. — Серьезно и уважительно, распорядись. Эка не просто пошел вон, а распорядись. — Где, извольте, кушать? — Здесь. — А что? Олег Владимирович тем временем принялся копаться в своем саквояже. — Ответил небрежно. — Что-нибудь из местной экзотики? В прислуге челюсти суд жига свело. У них на кухне, конечно, разные приходилось готовить. Повара подчас и сами удивлялись, как им удавалось вложить посетителей, но подобного. — Простите, ваше благородие, а вы не могли бы написать для повара название? — робко произнес молец. — А еще лучше напишите, из чего это готовится. Белый с недоумением посмотрел на прислугу и расхатался. — Иди и скажи, — сквозь слезы и смех произнес он. — Пусть приготовят, что хотят, лишь бы было съедобно. Мальчишка пулей вылетел в дверь. Олег Владимирович упал на стул еще минуты две, не мог прийти из себя от смеха. Вскоре новый постоялец гостиницы был вынужден признать, что повару господину Мичурину готовят отменно. Тройная уха ублажила гурмана. Тройная щука прорисла удивительным вкусом, а говяжий язык в винном соусе просто таял во рту. Как только Олег Владимирович закончил поздний обед, в дверь постучали, и перед очами нового постояльца вновь возникла знакомая физиономия прислуги. — Ну? — Как? — Отменно! Олег Владимирович щелкнул языком. — А ты что, подслушивал, Шельма? — Никак нет, нам не можно с... — Опыт-с, то есть вы заказали один обед, проводочку не напомнили. Когда я ее не принес, промолчали, вы хоть торопитесь. А на такой обед да и в спешке минут двадцать требуется. Вот я и дождался. Олег Владимирович вынул из кармана Целковой и кинул его в руку мальчишке. — За сообразительность! — Может, еще чего извольте? — Пожалуй. — Вот что, братец, принеси-ка мне дверь. Второй шок казался значительно сильнее первого. Мальчишка внимательно посмотрел на гостя. Нет, вроде не больной, глаза серьезные. — Зачем же вам дверь, когда у вас и так двери имеются? — робко поинтересовался Слушка. — Ты меня не понял. Мне нужно дверное полотно. Простое, прямое, дверное полотно. Мальчишка все еще смотрел на гостя, как на блаженного пришлось объяснить. Дело в том, что у меня болит спина, и доктора рекомендовали мне спать на твердой поверхности. На сираз понятно, изъясняюсь. Ответом была тишина. — Ясно. Олег Владимирович дожевал сочное мясо, поднялся из стола, перед тем, сняв с груди салфетку, и громко, приказным тоном произнес. — Словом так. — Принеси мне к вечеру дверное полотно, то есть одну дверь. И слишком много не думай. Иногда лишние мысли лишают сна и покоя. Свободен. Вот теперь все стало ясно и понятно. Мальчишка мигом собрал посуду, и пятис удалился из апартаментов господина Белого. После его ухода Олег Владимирович закрыл дверь на ключ и еще раз, но теперь уже более внимательно, осмотрел комнату. Тихонько костяшками пальцев простучал стены, пол, и когда в дальнем углу услышал глухой звук, означающий пустоту, поднялся с колен и удовлетворенно оправил одежду. Спустя несколько минут он с помощью ножа вскрыл паркетный рисунок и внимательно осмотрел небольшую выемку в полу. Она вполне годилась для того, чтобы в ней спрятать несколько небольших предметов, которые вскоре были извлечены из акваяжа. Револьвер с коробкой патронов, бумажник с крупной суммой денег, дневник в кожаном переплете и небольшой рулон бумаги, завернутый в газету. Все это Олег Владимирович аккуратно упаковал в выемке, посещу осторожно надавливая на дерево, прикрыл ее паркетинами, так ловко, что даже вооруженные линзы и глаз не смогут сразу определить, вскрывали пол или нет. Сверху, только что вставленном вместо паркета, Белый положил нитку, которую одним концом зацепил за плинтусом. Если кто-то в будущем обнаружит тайник, то обязательно сорвет ее, чем, естественно, откроет себя. После господин Белый почистил костюм, привел себя в порядок перед зеркалом и покинул комнату. Спустившись со второго этажа, Олег Владимирович прошел вестибюль и предпредил консьержа о том, что решил прогуляться по городу. И в случае, если кто-нибудь ему придет, то сможет с ним встретиться только после девяти вечера. Консьерж кивнул в ответ, и когда новый постояльц направился к выходу, ухмыльнулся. — Только прибыл в город, еще никого не знает, ни с кем не знаком, пожалуйте, если кто-то решит с ним встретиться. Да кто ж с ним будет встречаться? Напустят пылью в ее глаза, лишь бы выглядеть посолиднее. Шельма! Гостиница Мичуринская расположилась на перекрестке двух широких улиц. Олег Владимирович поднял голову, изучая таблички. С одной стороны, медная пластинка гласила улица Амурская. Что ж правильно, какая еще может быть улица в городе на берегу Амура. Да то вторая потрясла воображение молодого человека. Театральная? Олег Владимирович вышел на ее середину и посмотрел в обе стороны. Ни справа, ни слева о театре ничего не напоминало. Даже афишной тумбы и той не наблюдалось. Олег Владимирович покачал головой, вынул из карманчика жилета луковиц часов и, определив, что до вечера у него еще имеется три часа, произнес. Провинция! Повернув вправо, Белый неспешно преодолел два квартала, прошел мимо жилых добротных домов и оказался на большой центральной улице города. Сей проспект оправдывал свое название. Во-первых, он был большой, широкий, нет, просто широченный, по-ширеневского. Воздух стоял особенный, чистый, прохладный, пыль куда-то делась. Сей факт происходил от того, что большая улица находилась в непосредственной близости от Амура. Жизнь на большой кипела. Пролетки носились то в одну, то в другую сторону. По тротуарам в разных направлениях спешили ремесленники, студенты и прочие провинциальные люди, не имеющие солидного достатка. Среди этого разношерстного потока Олег Владимирович успел заметить и несколько восточных лиц. Белый, едва неизбитый из ног, восстановился, внимательно осмотрелся по сторонам и принял, как он посчитал наиболее верное решение, продолжить движение вправо, где, судя по всему, находился центр Благовещенска. Спустя каких-то десять минут Олег Владимирович понял, что не ошибся. Пройдя мимо мужской гимназии массивного четырехэтажного здания, окрашенного в коричневый цвет, затем минуя ряд магазинов некоего господина Кувшинова, гость из столицы вышел к искомому объекту, то есть к пристани, на которой сейчас суетились прибывшие с противоположного берега китайцы. Они о чем-то шумно говорили промеж собой, при этом торопливо выкладывая товар на пристань, по которой лениво расхаживал полицейский чин в определенном возрасте и изредно покрикивал на прибывших торговцев. Однако Олега Владимировича заинтересовала не баржа, не пристань и не китайцы. Его внимание привлекла сама река. Белый долго смотрел на нее, а Мур его не вдохновлял. Где могучая, мощная река, которую он столько слышал там, в столице? Едва взором был мелководный широкий ручей цвета песка и глины. Купаться в такой реке Олег Владимирович ни за что бы не решился. На той стороне Амура видел был только лес. Однако, пристально приглядевшись, гость Благовещенского сумел разглядеть и некоторые строения, спрятанные между деревьями. Если это и дома, подумал он, то живут в них очень состоятельные люди. Хижину бедняка вряд ли увидишь с такого версты в две расстояния. Гул, что шел с пристани, отвлек Белого от мысли, которые рогились в его голове от увиденного. Олег Владимирович оглянулся. На площади перед пристанью бурлил людской водворот. Из находящегося невдалеке винокуренного завода товарищества А.Н. Макаров и компания, как гласила надпись над воротами, вереницей выхлепят подвод, груженных тяжелыми ящиками с спиртным. Сопровождались то любимый народом груз, несколько молодцов с оружием. На самой пристани вовсю трудились таможенные чиновники, проверяя прибывших с китайской страны. Возле здания таможни топталось несколько человек, видимо, дожидаясь решений по арестованному грузу. Неподалеку от таможни расположился тот ряд магазинов, принадлежавших господам Мичурину и некому Кунсту. Двери универсального магазина Кунст и Альберс переделали по колокольчику, докладывая входящих-выходящих. Олег Владимирович собирался было снова вернуться к осмотру противоположного берега. Как его взгляд привлекла пролетка, черного цвета, лакированный, с резиновым покрытием на колесах, судя по всему, привезенный из Европы. Она настолько выделялась на фоне простых транспортных средств, что казалась неким фантастическим объектом, случайно попавшим в этот небольшой губернанский городок. Эта пролетка остановилась перед входом в магазин. Из пассажирского сиденья ее спустилась по небольшой лесенке на землю юная особа, лет восемнадцати. Белокурые волосы, прекрасные незнакомки были уложены мастерской рукой, отчего Олег Владимирович тоже сделал вывод, что девушка из очень состоятельной семьи. Тонкая и стройная фигурка притягивала мужской взгляд. Олегу Владимировичу захотелось поближе рассмотреть прелестную блондинку, потому он, снова сверившись со временем, решительно направился к магазину, в дверях которого скрылась девушка. Колокольчик оповестил приказчика о прибытии нового покупателя. Едва Белый успел войти в помещение, как перед ним материализовалась крепкая фигура служителя торговли. Чем интересуемся? Олег Владимирович несколько растерялся. Признаться, когда он шел к дверям лавки ему, и в голову не приходило, что будет необходимо сделать покупки. Он-то хотел увидеть девушку, и не более. Теперь та стояла возле прилавка, рассматривая какую-то безделушку и общаясь с вторым приказчиком. А Белый, словно соляной столб, торчал перед светлыми очами торговца и понятия не имел, что ему дальше делать. Пауза затянулась. Мысли голопом понеслись в голове молодого человека. Что у них вообще может быть такого, что ему необходимо? Взгляд мгновенно прошелся по товарам. В магазине некого господина Кунста имелось практически все. Ткани уже шитые костюмы, модные дамские туфельки и яловые споги, шляпки и котелки, кухонные утварь, продукты питания с коими. Той утварь приходилось вступать в тесный контакт. Однако это изобилие совсем не интересовало молодого человека. На данный момент у него имелось все, что необходимо для жизни, а нагружать себя ненужными вещами не входило в привычку петербуржца. На лице приказчика начало проявляться разочарование, и Димон почувствовал, что напрасно распинаться перед незнакомым явно приезжим господином. В этот момент девушка оглянулась. У Олега Владимировича захватило дух, слегка раскосые мандалевидные глаза исклились весельем и задором. Свежестью наклонит притягивала и манила, слегка курносый нос и говорил о задорном и строптивом характере хозяйки. Девушка казалась не просто красивой, она была прекрасной. Насколько я понимаю, господин ничего не собирается покупать. Волос приказчика сбросил молодого человека с небес. — Что? Олегу Владимировичу понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя. Незнакомка это заметила, и улыбка тронула ее губы. Господин Белый тут же отвернулся, и газ нашел в себе силы собраться с мыслями. — У вас табак имеется? — А как же! На лице лавочника снова появилась благожелательная улыбка. — Вам какой? Курительный, или, пардон, для дыхательных процедур курительный? — Черт побери! — пронеслось в голове Олега Владимировича. — Почему он спрашивает? — Какой идиот признается при столь прелестном, особенно, что он нюхает табак, словно старикана из Екатеринских времен? — Вы предпочитаете папироски или сигары? — Понятно, трубочный. — Олег Владимирович произнес эту фразу торопливо и негромко. — А вдруг незнакомка терпеть не может курящих мужчин? — Дьявол! — тоже вырвался Белый при себя. — Веду себя словно мальчишка. Срамотады ей только. Однако в глубине души Олег Владимирович был вынужден признать, что ему приятно так себя вести. Потом вернулся в далекую юность, когда пытался ухаживать за конопатой девчонкой из соседнего имени. Она была старшего на восемь месяцев, что и решил любовный вопрос. Сейчас же он почти старик, как-никак без малого двадцать пять. — Трубочный у нас имеется нескольких сортов, — приказчик проживал тем временем в своем налоге. — Вы какое предпочитаете? Восточный или южноамериканский? — У вас и такое имеется. Теперь в голосе Олега Владимировича прозвучало неподдельное удивление. — Обижаете! Слушатель торговли с гордостью проводил покупателя к прилавку. — Смотрите, Бразилия. Чудо, а не табак. Перед Олегом Владимировичем легли на старешницы пакеты с вышерекламированным товаром. Но совет, пачок, так сказать, нашинский. От соседей. Бразильский слегка горчит. А сей ароматом богатый и по цене сходим. Теперь до незнакомки расстояние оставляло всего два локтя. Олег Владимирович почувствовал, как все его тело охватило давно забытое дрожь. На лбу проступили капельки пота, а девушка о чем-то разговаривала с приказчиком, совершенно не обращая внимания на белого. Блеющий голос продавца вновь вернул его к действительности. — Простите, — перебил торговца Олег Владимирович, изредка бросая взгляд в сторону незнакомки. — А восточный у вас какой? — Турецкий. Великолепный аромат. Я бы вам, как в первый раз, приехавшему к нам человеку, советовал бы все-таки китайский и особенный шаньдунский. Олега Владимировича будто холодной водой окатили. — Вот тебе на! У него что на лице написано, что он-то езжи. Колокольчик к двери весело звенел. Владой человек бросил быстрый взгляд в сторону, а пост на дверь. Пока он общался с приказчиком, незнакомка ушла. Стремительно и неожиданно. Бежать вслед — это может показаться подозрительным, столь наблюдательному торгашу. — А скажите, любезный, с чего вы взяли, будто я приезжий? — Очень даже просто, ваше благородие, — улыбка не сходила с лоснящего лица приказчика. Во-первых, вы у нас никогда ранее не бывали, а трубочным табаком торгуем только мы и Мичурин. Во-вторых, простите, конечно, не мое это дело, но вы так смотрели на дочь губернатора, будто видели ее в первый раз. Все ей дало мне право судить о том, что вы человек приезжий. — Ай да, сукин сын, как все просто! — Да, Олежка, — подумал про себя молодой человек, — так погореть можно не за грош. Олег Владимирович с восхищением посмотрел на продавца и достал из кармана деньги. — Давайте мне ваш китайский. Попробуем, он вдруг понравится. Рука на стол положила десять рублей. Приказчик кинулся было отсчитывать сдачу, но гость тут же его остановил. — Оставьте себя за наблюдательность. Покинув магазин, Олег Владимирович убедился в том, что прекрасная особо исчезла в неизвестном направлении, что прочего не огорчила. Теперь Белый знал, кто она, и также знал, что вскоре ее увидит вновь, так по долгу службы был обязан представиться не только балетмейстеру, но и первому лицу города. Владимир Сергеевич Киселев принял инспектора из столичной управы в своем кабинете при полном параде, как полагалось, принимать столь высоких костей. Олег Владимирович огляделся. Апартаменты губернского полицмейстера являли собой типичный образец казенного кабинета. В такой обстановке Олег Владимирович приходилось находиться в Петербурге и в Москве и в других городах империи, где он бывал. Большая комната, обязательно светлая, потому как требуется много работать с бумагами. Основательный стол, внушающий уважение и почтение хозяину кабинета. На столе пресс-папье, подставка для перьев, массивная чернильница, пятый том уложения законов Российской империи, естественно, бумаги. Над крестом, стоящим напротив стола, портрет государя-императора, традиционной дубовой, покрытой золотом раме. В правом углу комнаты хозяин установил стол для совещаний с шестью стульями. В левом кресло для встреч гостей высокого ранга. Одно из них было предложено Олегу Владимировичу. Владимир Сергеевич дважды внимательно перечитал документ, предоставленный прибывшим гостем. «Возвольте поинтересоваться, под чьим началом извольте служить». Вопрос Киселева имел характер провокционный. «Белому следовало открыться первым, тем самым отдать бразды течения и беседы в руки Владимира Сергеевича. Под руководством Петра Александровича Санаева». Вот как Киселев слегка приподнял брови. «Петр Александрович дослужился до директора департамента». Белый промолчал. Несмотря на удаленность от столицы, как из личного опыта знал Олег Владимирович, на задворках Российской империи чиновники всех уровней тщательно отслеживали все чинно-движения, происходящие в Петербурге. И Киселев исключением не являлся. Иначе никак невозможно. От чина, находящегося выше, зависит судьба чина ниже стоящего. А если так, то беседа началась со стандартной в таких случаях проверки, фигурально выражаясь, пристрелки. Владимир Сергеевич положил письмо, привезенное Белым на стол. «На словах Петр Александрович мне ничего не передавал?» «Никак нет». Киселев поморщился. Из последней фразы, произнесенной молодым франтом с улыбкой, выходило, что Санаев до сих пор помнит нанесенные им Киселевым обиды. «А это плохо. Это очень плохо. Несмотря на то, что Белого прислал Оскольский, Петр Александрович мог дать своему подчиненному дополнительные инструкции. К примеру, кое-кое материал, чтобы окончательно утопить Киселева. И после ведомственных разбирательств отправить его куда-нибудь поддали, примерно на Сахалин, лишь на Камчатку. Обкидать с позором последнее насиженное место полицмейстер никак не собирался. «Ну что ж, не будем терять времени. Итак, Олег Владимирович, какова цель вашего приезда?» Задание мне было дано одно — проверить протекание казенных финансов в полицейских и армейских структурах и устранить правильность их использования. «Любопытно». Владимир Сергеевич сел напротив собеседника. Олег Владимирович тут же отметил, что Киселев все сделал естественно и напринужденно, как опытный полицейский, точнее, исследователь. Кресло, в котором расположился белый, Владимир Сергеевич установил перед встречей так, чтобы свет от начинающего засыпать солнца, падавшей с стороны окна, полностью ослеплял гостя, которыми как лицо хозяина кабинета собеседник практически видеть не мог. Меж тем Владимир Сергеевич продолжал. «Насколько мне известно, подобные инспекции в воинских частях проводят казначейство по просьбе генерального штаба». «Каким боком к проверке финансов военных встал наш департамент? Вам не кажется, сей факт странным?» «Нет». Олег Владимирович поморщился. «Тяжело беседовать с человеком, реакцию которого ты практически не можешь наблюдать. Нужно срочно придумать, как поменять дислокацию». «Не вся информация тем, или связанная с нашим департаментом, или же с главным штабом, может быть открыта для представителей казначейства. Как вы сами понимаете, мы не можем допустить, чтобы нас обсуждали цивильные чиновники». «Вы намекаете на то, что у вас имеются факты хищения казенных денег в нашем городе, точнее в моем ведомстве, и снова нет». «Олег Владимирович, легко играя всеми мышцами тела, что незамедлительно отметил Киселев, поднялся и, заложив руки за спину, принялся мерить комнату широкими шагами, показывая всем своим видом, будто таким образом ему легче мыслить. Теперь в невыгодном положении оказался губернский полицмейстер. Продолжая сидеть в кресле, тот был вынужден наблюдать, как гость по-хозяйски осваивает кабинет, в чем внутри зарождалось ощущение нервозности и неуверенности, что Владимиру Сергеевичу крайне не нравился. «Нет, таковых фактов у меня не имеется. И в наше ведомство с подобной информацией никто не обращался. Но его сиятельство генерал Оскольский решили провести инспекционные проверки по тем губерниям, в которых подобные комиссии не проводились довольно длительное время. Если я не ошибаюсь, в последний раз у вас инспекция из столицы прошла восемь лет назад». «Ксюша, наверное. И она, по тем данным, что я прочитал, была успешной. И тут вы тоже правы». Олег Ваимович прекратил ходить. «Я так думаю, что эта проверка пройдется таким же положительным результатом». «Это ты на что, Шельма, намекаешь?» По внешнему виду Владимира Сергеевича невозможно было понять, о чем он думает. А мысли в голове полицмейстра бродили неоднозначные и противоречивые. Предыдущую инспекцию принимал он лично. Тогда Владимир Сергеевич пробыл на посту руководителя губернской полиции четыре года и сумел распознать и раскрыть ни одно финансовое преступление, связанное с казенными деньгами. Но вот до суда дошли далеко не все дела. Владимиру Сергеевичу были крайне необходимы свои люди, как в городской управе, так и в среде губернатора. А потому кое-что губернским полицмейстрам прикрывалось, припрятывалось, но никогда и ни в каких обстоятельствах не забывалось. И он, дабы сохранить своих людей на свободе, в тот год пришлось ему скупулезно поработать с инспекционной проверкой. Но тогда он был заранее предупрежден о ее прибытии. Теперь же ситуация складывалась совсем иная. Интересно размышлял Владимир Сергеевич, что этому Дэнди известно предыдущей инспекции, и не является ли фразой его намек на то, что с ним обошлись таким же образом, как и с теми проверяющими? Тогда столичные чины Киселева вошлись в серьезную копейку. Но инспекционный корпус стоял из зубров. А кто сейчас перед ним? Мальчишка, так что оперившийся во вкусившей жизни, не обстрелянный, но уже по-столичному наглый. Липопытно, кто стоит за ним? Кто его привел в департамент, может быть, полюбопытствовать. Слава богу, связи в Петербурге сохранились, помогут. — Будем надеяться, — Киселев откашлялся, чтобы продлить паузу, и продолжил. — Чем лично я могу быть вам полезен? Молодой человек сунул руку во внутренний карман сюртука и вынул на свет Божий небольшую книженцию, в которой был привязан карандаш. — Записничок, — догадался Киселев. Господин Белый раскрыл книжку и принялся сверяться с написанным ней. Во-первых, мне необходима пролетка. Город я не знаю, а проверка, как вы сами понимаете, будет проходить не только в казачействе, а по месту. Это не проблема. Завтра утром транспорт будет у вас. Он не спросил, где я остановился. — Тут же отметил Белый. — Значит, вокзальный пристав сообщил ему о нашей встрече во всех деталях. — Посему делаю вывод, что весь город у губернского полицмейстера находится под полным контролем. — Ну что ж, может, в будущем эта информация пригодится. — Благодарю. — Второе. Мне необходим документ, подписанный вами, который бы обеспечивал доступ во все места в вашем городе, вплоть до воинских частей. Владимир Сергеевич поднял своего места, подошел к столу и спустя несколько минут выдал востребованный документ. — Это все? Полицмейстер с любопытством смотрел на молодого человека. — Что он еще, интересно, пожелает? Олег Владимирович внимательно пролистал записную книжку и произнес. — Третье. — Можно мне организовать рабочее место, и желательно не в полицейском управлении, к примеру, в здании казначейства, и на этом, пожалуй, все. Если мне что-либо понадобится дополнительно, могу ли я к вам обратиться? — Естественно. Владимир Сергеевич развел руками. — Мол, а что я могу сделать? Не отказывать же столь высокому чиновнику из Петербурга. — Мне показалось вам неприятен мой визит. Или это на самом деле так? Олег Владимирович теперь стоял перед полицмейстером на вытяжку, словно ожидая от того пусть неприятного, но правдивого ответа. — Естественно, Владимир Сергеевич такового ответа не дал. — Простите, Олег Владимирович, но то вам только показалось. Признаться, вы прибыли в очень неспокойное время. Не знаю, как там в столице относятся к нашему нынешнему положению, хоть мы и постоянно докладываем о том, что происходит, однако, исходя из вашего приезда, могу судить, в Петербурге не слишком озабочены восточными границами империи. — Смелые заявления, — тут же отреагировал Олег Владимирович. — Что поделать, такова действительность. Может, вы мне ее проясните? — Отчего же не прояснить? Теперь в тонике Селева появились несколько снисходительные учительские нотки. Инициатива в беседе опять вернулась к нему. — Мы вот уже как с полмесяца находимся почти на военном положении. Разве что не ввели комендантский час. А с 12-го числа сего месяца в городе объявлена мобилизация казачества. Так-то вот. — И в связи с чем? — спросил Олег Владимирович. — Два года назад, может, краем уха там в столице вам пришло слышать, в китайской провинции Шаньдун начался бунт. Некие Ихэтуани решили поиграть мускулами. И что сие означает? Простите, я не пойму, каким боком российской провинциальной благовещенскими это отношение к данному пункту. Очень даже прямое. Сия бунтарская волна докатилась до Сахаляна, это поселение на той стороне Амура. Да вы могли его видеть с набережной. У нас и до этого имели место разного рода недомолвки с изятами, а теперь они и вовсе распоясались. Эти, как они себя именуют, отряды справедливости и мира, занимаются подстрекательством к бунту, чтобы русское население под их давлением покинуло российскую территорию. Но это так подоплека. На самом деле мы подозреваем, что сталкиваемся с обыкновенным бандитизмом. По слухам, у этих так называемых боксеров все сопровождается грабежами и насилием. Примечание. Ихэтуаньское восстание, боксерское восстание, восстание Ихэтуани, буквально отрядов гармонии и справедливости против иностранного вмешательства в экономику, внутреннюю политику, религиозную жизнь Китая, с 1898-го официально о начале восстания было объявлено в 1899 году по 1901 год. Сначала пользовалась поддержкой властей Китая, но через некоторое время императрица Ци-Си перешла на сторону Альянса Восьми Держав, который подавил восстание. Многие участники данной организации регулярно занимались физическими упражнениями – цюань, напоминавшими кулачный бой, за что впоследствии были прозваны европейцами-боксерами. В результате восстания Китай попала в еще большую зависимость от иностранных государств. Что сказалось на его политическом и экономическом развитии в первой половине XX века. «Чуть подробнее можно?» – спросил Белый. «Естественно. У нас на данный момент проживает более полутысячи выходцев с той стороны Амура. Однако в казачьих станицах ни с того ни с сего стал пропадать скот, продовольствия и люди, в основном дети и женщины. Самый ходовой товар для бандитов. Месяц назад, когда на Амуре сошел лед, нам случайно удалось узнать, что в Сахаляне скопилось около двух тысяч бунтовщиков. Но то было месяц назад, сколько их теперь одному богу известно. И часть из них постоянно бывает на нашей стороне. Вот в таких условиях приходится жить». «Вы мне жалуетесь?» «Ни в коем случае. Я проясняю обстановку, в которой вам вскоре предстоит работать. Это никак не оправдывает те, кто неправильно подходит к трате казенных денег. А я и не оправдываю, если, конечно, вы их найдете. И докажете, что деньги были потрачены не по назначению. Впрочем, вам поручена семья, вам и карты в руки. Кстати, Олег Владимирович, вы случайно в шахмат не играете?» «Изредка». «Тогда должны знать, чем отличается игра на большой стоклеточной доске от игры на доске простой». «Признаюсь, на большой доске мне играть не приходилось». Белый понял, что полностью потерял инициативу в беседе с полисмейстером. Найти пристойный повод для выхода из неприятного положения. «А я вот, представьте, делал такие попытки», — продолжил свою мысль Владимир Сергеевич. «Из меня вышел плохой гроссмейстер». «Однако, один ценный вывод я для себя сделал. Игра на большой доске отличается от малой только степени профессионализма. Все остальное идентично». «Что-то я не разберу, к чему весь этот разговор. А к тому, Олег Владимирович, что там, в Петербурге, все играют на большой доске. Но сие совсем не означает, будто в маленьких городах, таких, к примеру, как наш, жизнь имеет сонное состояние. Мы тоже играем, только на доске обычной, простой». «Я понял». «Ну вот, кажется, можно и удалиться. Не те масштабы, совершенно верно. А чувства ничем не отличаются от столичных». «Благодарю за столь познавательную беседу. Рад был познакомиться. Признаться, не ожидал встретить в далекой провинции столь эрудированную личность, как вы. Засим разрешите откланяться». Олег Владимирович спрятал блокнот, кивком головой попрощался с полицмейстром и удалился. После его ухода Владимир Сергеевич долго сидел в глубоких размышлениях, крутя в руке пресс-попья и пытаясь проанализировать поведение молодого человека со всех сторон. Не давала покоя беседа с Самойловым шаловливые ручки. «А что, если бумага, которую предоставил Тхлыщ, хорошо изготовленная липа?» Киселев взял документ и еще раз внимательно осмотрел его. «Впрочем, если это и подделка, то на официальной гербовой бумаге, с присутствием необходимых водяных знаков, да и подпись генерала Оскольского, судя по всему, настоящая». К тому же сам собой напрашивался вопрос «Зачем?» «Смысл так открыто заявлять о себе?» «Предположим, господин Белый не тот, за кого себя выдает, и получил доступ до казначейства. Но это же все равно, что самого себя посадить за решетку. Слишком открытая комбинация. Столица она бы еще прошла, но не в столь маленьком городке, где все и вся на виду. «Дьявол!» Киселев с силой хлопнул ладонью по столу. «Когда же, наконец, придет ответ на запрос?» Олег Владимирович возвращался в гостиницу ближе к полуночи. После того, как он покинул городское полицейское управление, извозчик брать не стал, решил прогуляться. Вечер опустился на город и окутал дома мягким сумраком. Новый житель Благовещенска шел неиспешной походкой, вдыхая теплый какой-то непривычно мягкий воздух. Легкие работали без устали, пытаясь насытиться ароматом, который отдавала черемуха, произраставшая, казалось бы, всему городу. Фонарей, кроме большой улицы, нигде более не наблюдалось. Роскошь освещать по ночам всю городскую территорию могли себе позволить только крупные поселения. Я потому слежку белый заметил не сразу, а только пройдя три квартала и сделав поворот в сторону гостиницы. Преследователя подвело то, что весь город от и до имел четко спланированные прямые улицы. Любого прохожего можно увидеть издалека. Даже таким поздним вечером в лунном свете. Тем более, если прохожий, то по непонятной причине начинает прятаться в синих деревьев, что и настрожилы белого. Свернув за угол, Олег Владимирович тут же прижался к теплой каменной стене дома, в ожидании, когда таинственная фигура появится перед ним. Ждать долго не пришлось. Преследователь, судя по всему, боялся упустить цель, а потому выскочил резко с разбега, даже не предполагая, что из-за его углом могут ждать неприятности. Первый удар пришелся в солнечное сплетение. Фигура незнакомца сломалась пополам и упала на колени. Второй удар обрушился на шейный позвонок. Филер, а в том, что тот является сотрудником полиции, белый не сомневался, без сознания свалился в дорожную пыль. Олег Владимирович перевернул на спину, в свете луны пытаясь разглядеть усатое, тщательно выбратое лицо, все изрытое о спины. Веки преследователя нервно подергивались. Следовало торопиться. Вот-вот он мог прийти в себя. Белый быстро осмотрел карманы пострадавшего. В одном из них он обнаружил бумажник с небольшой суммой денег и свернутой в несколько раз бумагой. Именно она и заинтересовала Олега Владимировича. Развернув ее, Белый попытался прочитать написанное, но при таком освещении сие было сделать крайне затруднительно. Впрочем, гербовая печать говорила сама за себя. Гость провинциального городка снова вложил лист назад в бумажник, а тот вернул на место. Олег Владимирович не стал дожидаться, когда незнакомец окончательно придет в себя и быстрым шагом направился к гостинице. Придя в номер, первое, что он заметил, была дверь, прислоненная к стене. Белый улыбнулся, представив, как мальчишка-слуга просит у хозяина дверное полотно и как меняется выражение лица у последнего, услышавшего о странном пожелании нового постояльца. Не каждый день жильцы требуют дополнительные двери. Олег Владимирович прошел в угол комнаты и наклонился над тайником. Нить лежала на месте. В том положении, как он ее ставил. Олег Владимирович разделся аккуратно, повесил одежду в шкаф и устроился в мягкой уютной постели. Сегодня дверь под матрасу он решил не подкладывать. В конце концов, хотя бы одну ночь проведет по-людски. Конечно, можно было бы поужинать, принесла основа и мысль в голове Олега Владимировича, но она тут же погасла, уступая место сну. Глава третья. Эпиграф. Всадника два на конях, султана на рыцарских шлемах, солнцем сверкают мечи к этому открытому бою. Марка Эраим Витт. Игра в шахматы. 1513 год. Благовещенское окружное казначейство располагалось невдалеке от городского полицейского управления, на той же самой большой улице, которая соседствовала с пристанью и набережной, чему, собственно, Олег Владимирович не удивился. Поднявшись на второй этаж, как ему посоветовал чиновник внизу, он прошел по длинному коридору почти до середины и постучал в приемную. Секретарь, молодой человек лет двадцати тоже, распахнул перед ним дверь и пропустил к дирекции. Придупредили, догадался Белый. А как же иначе? Иначе никак. Гнем спины, буравим, половицы взглядом истекаем слюной от зависти и желчи. А после в постели мечтаем об одном, когда же, наконец, и перед нами начнут гнуть, буравить и истекать. Начальником окружного казначейства оказался крепкого телосложения чиновник с твердым волевым лицом военного и такой же армейской выправкой. — Господин Белый Олег Владимирович? — первым спросил он, указав на близ стоящий стул, и одновременно представился сам. — Ушаков Владимир Иванович, глава данного заведения. — Не удивляетесь, что знаю о вашем прибытии. Нам так что позвонил Владимир Сергеевич с просьбой содействовать всеми доступными мерами. — Вы уж не обессудьте. Родок наш небольшой, и поэтому все про всех все знают, и, соответственно, все за всех переживают. — Если бы это было так, — с сожалению, — подумал Белый, усаживаясь на удобный мягкий стул, — тогда бы мне не пришлось тащиться к вам через всю державу, на самый край земли. — Нет, господа, и ничего-то вы не знаете. Версием Владимир Иванович продолжал. — Для меня, естественно, несколько странно, что с инспекции приехали не из казначейства или министерства финансов, а из канцелярии департамента полиции. — Но прошу заметить по их поручению, — вставил Олег Владимирович. Тут же добавил. — Впрочем, у вас никаких проблем быть не должно. — Департамент в моем лице интересует только те финансовые обороты, которые проводились через городское полицейское управление и организированное подразделение. — Ну что ж, — Владимир Иванович довольно хлопнул ладоши, — в таком случае мы сработаемся. Какие документы вам предоставить для начала? Другого ответа Белый не ожидал. Ушаков, как он смог понять еще в Петербурге, никоим образом не мог быть причастен к той проблеме, ради которой Олег Владимирович прибыл в Благовещенск. Не тот уровень. Если он и приворовывал, в чем Белый нисколько не сменевался, то только при посредствии гражданских чинов. — Если можно, — Олег Владимирович покрутил в руках головной убор, именующийся в народе котелком, так не смог придумать, куда бы его пристроить. — Для начала предоставьте мне комнату, чтобы я мог спокойно работать, и помощника какого-нибудь расторопного, владеющего информацией, и какую бумагу можем взять без волокит. — Просьба о гости по восточным традициям закон. Через полчаса Олег Владимирович раскладывал папки на небольшом расшатанном столе, который едва поместился в небольших апартаментах, выделенных Олегу Владимировичу к господину Мушакову. А его теперешний помощник, старик лет шести вести, постоянно прищуривающийся, видимо, по болезни глаз и принесший макулатуру в виде финансовых документов для господина Белого, тихонько начинал дремать и углу. — Вот и началась веселая жизнь чиновника, — усмехнулся Белый и открыл первую попавшуюся папку. — Итак, деньги, перечисленные на нужды тыловой части. — Не то. Перечисления на казачью станицу Марковскую — тоже не то. — Где же необходимые же папки-то? — Среди всего этого ненужного бумажного хлама. — Вот, есть первая. — Оклады младшего и среднего офицерского состава. — Вот. Утонуть можно в Безбрежном океане цифр. Что прикажете делать? Тут оно и придется все переписывать. Не хранить же всю эту информацию в голове. — Так, — бормотал Белый, просматривая фамилии из второй найденной папки. — Оклады младшего и среднего состава полицейского управления. — Здесь будет попроще. Фамилии меньше. — Ну, что же с Богом? Олег Владимирович писал долго, часа четыре, пока кисть руки не начала нестерпимо ныть и требовать передышки. Расторопный помощник привалился всем телом к стенке, теперь бессовестно спал, в то время как его новый начальник, жалея силы здоровья, трудился во благо Отечества. — Ермолай Константинович. Белый не выдержал столь неприличного поведения подчиненного. Потом пытался вложить в голос силу, мощь и уверенность, из чего, собственно, ничего не вышло. Все-таки жалко стало старика. — Простите, Ермолай Константинович, может, пойдете домой отдохнуть? Старик встрепенулся и невинно огляделся по сторонам. Убедившись, что кроме них в комнате по-прежнему никого нет, он тяжело вздохнул и отрицательно замотал головой. — Помилуйте, Олег Владимирович, уволят. Сниму, так сказать, с довольствием. У меня тогда старуха моя сосу-то живет. — Это за что же? — Да вот именно за то, что во время служебного дня буду почивать в домашних условиях. — Так ведь я вас отпускаю. — Ну и что, вы уедете, а меня уволят? — Нет, вы уж простите, но я буду с вами. Старичок снова тяжело вздохнул. — Ну, смотрите. Белый вновь проглядел список, спросил. — А что, Ермолай Константинович, есть у вас в городе и горные дома? — Нет, такого нет. — протянул задумчиво старик некоторое время. Помолчал, потом продолжил мысль. — Но мы от цивилизации не отстаем. — Вот, к примеру, в гостинице Манжини, что находится на нашей улице, в двух кварталах между Графской и Никольской, постоянно собираются господа-офицеры запустить пульку. В Кувшиновском по дворе тоже иногда играют, там и бильярд стоит. Впрочем, в театре господина Роганова также бильярд имеется, но молодежь туда сходится не ради игры, а ради актерок. Вот в картишки перекинуться одно можно. — Опять же, в России иногда собираются, но там больше люди торговые, а так нет. — Что за Россия? — тут же поинтересовался Олег Владимирович. — Так то гостиница Анисмигорча Лукьянова, первейшее заведение в городе. Ежели кто к нам приезжает, мы его только туда определяем. Потому как... Олег Владимирович прищурился. — Эта фамилия только что встречалась в документах. Белый не стал террористовать бумаги, а напряг память. Спустя несколько секунд припомнилось. Ни Семигорча Лукьянов, владелец кирпичного завода и двух пароходов, Михаил и Селинга, которые ходят по Мур от Благовещенска до Хабаровска. — Именно он стал поставщиком кирпича и прочих стройматериалов на строительство казарма иных армейских сооружений для пехотного и артполков, прибывших в Благовещенск в апреле сего года единственным подрядчиком. — А что сам Анисим Егорович азартен? — припопытствовал Олег Владимирович. — Да упаси, Господи! Он карты в руки никогда не брал, ради что по молодости. — Отчего ж в таком случае он собирает у себя игроков? — Дело превыше всего. На мой взгляд, многие договора нашими именитыми земляками подписываются не в кабинетах, а вот в таких условиях. За стопочкой да с картишками. — Любопытно. — А сами, Ермолай Кацетинович, вы играть не пытались? — Куда мне? — старик в третий раз тяжело вздохнул. — Годы ушните. — Не скажите. — Игрек к любви все возраста покорны. — Да так-то оно вроде бы и так, да ведь на интерес в нынешние дни никто не играет. — Ах, вот оно что! Белый негромко, чтобы не обидеть старика, рассмеялся. — И правильно делаете, Ермолай Кацетинович? — Игра, особенно на деньги, вещь пагубная. — Сам бывал свидетелем того, насколько может опуститься человек, пристрастившийся к столь низким развлечениям. — Так а отчего же интересуетесь, в каких у нас заведениях проходит столь, как вы выразились, низкие развлечения? Ермолай Кацетинович хитро прищурился. Олег Владимирович на сей раз рассмеялся громко и с удовольствием. — Подловили. — Нечего сказать. — В ответ могу сказать следующее. — По наличию подобного рода заведений можно оценить степень состоятельности населения. — То есть? — А вот вы прикиньте и сами, дорогой мой помощник. — Олег Владимирович раскрыл очередную папку, перелистывая, продолжил. — Вот, к примеру, данный материал, что я сейчас держу в руках, не может предоставить приезжему полную информацию о благосостоянии жителей города Благовещенск. — Ну что мы здесь на запаленных страницах отчетов и цифр можем увидеть и распознать? — Да ничего. — А вот в стенах укромного заведения, за столом, обтянутым зеленым сукном, да держа в руках несколько карт, можно преспокойно определить, кто уважаем в вашем городке, а кто нет. — Кто владеет приличным состоянием, а кто гол как сокол, кому доверяют на слово, а кому и на гербовой бумаге веры нет. — Вот вы так что сказали, будто в одной гостинице собираются господа офицеры, а в России торговцы и промышленники. — Идите, я, еще не побывав ни в одном из данных заведений, тут же сделал следующие выводы. — Первый. — Город ваш довольно состоятельный и богат, даже по столичным меркам, потому как у вас имеется не одно, а несколько. — Только и горных мест, которые привлекают азартных людишек в попытке пополнить карман легким игральным заработком. — Второе. — В вашем городе имеет место кастовость, а сей факт громогласно утверждает о чинопочитании и крупных финансовых состояниях. — И на основании чего же вы сделали второй вывод, — поинтересовался старик Ермолай Константиновича, судя по всему, беседа очень даже заинтересовала. — Но на основании того, что весь мой небольшой жизненный опыт показывает, начинающие торговцы и дельцы в их горных домах всегда трутся возле военного сословия. — И знаете, в какой причине? — на это Ермолай Константинович отрицательно помотал головой. — Да потому что, господа военные, всегда идут на риск, в том числе и картежные, не думая ни то, что о дне с завтрашним, даже о вечере дня текущего. — Такова судьба армейского чина. Сегодня ты гуляешь с павой, а завтра в бой идешь кровавый. — И господа, начинающие торговцы, очень даже осведомлены об этом. Однако, встав на ноги, они быстро забывают про свои детские шалости. Их более не интересуют вспыльчивые корнеты, способные выбросить на стол последнее, что у них имеется. За их столом крутятся только крупные купюры, те самые, о которых офицерское сословие может так мечтать, а сие приличествует родам крупным и состоятельным, где водится крепкий капитал, значит, и крепка власть чиновник. Вот так-то, мой дорогой Ермолай Константинович, кстати, вы не против, чтоб мы победали. Старик несколько раз взмахнул редкими белесыми ресницами, полез куда-то под стол, откуда через несколько секунд извлек корзинку с приготовленной из дома снедью. — Милости, прошу, Олег Владимирович. На столе рядом с папками явились бутыли с молоком, завернутые матерью шмацало с луком и чесноком, три помидора, осьмушка ржаного хлеба и огурцы. Вот супруга моя, Клавдия, приготовила. Угощайся. — Белый скептически посмотрел на разложенную на столе снедь. — Побойтесь бога, Ермолай Константинович. — Молоко с огурцами? А после них сало с чесноком? Да я после такой еды два дня в этом кабинете не появлюсь. Лучше поеду к себе в гостиницу. Там сегодня обещали отбиванные, я думаю, они менее экзотически подействуют на мой желудок. С этими словами Олег Владимирович, спрятав карман сюртока, так что и списанным листом бумаги, покинул помещение, оставив Ермолая Константиновича один на один с молоком, чесноком, огурцами, салом. Владимир Сергеевич, услышав скрип открываемой двери, на мгновение оторвался от просматриваемых документов, поднял взор на молодого человека лет тридцати, одетого в цивильное платье с котелком в левой руке, потому как правая в тот момент заглаживала на бок редкие рыжие волосенки, на круглой с небольшим широким лбом голове, и снова склонился над бумагами. — Почему не вовремя без приветствия? — поинтересовался губернанский полицмейстр. Вошедший перестал приглаживать волосы, смахнул с усатого, изъеденного оспа лица неловкую улыбку, обхватил шляпу двумя руками и смущенно повел плечами. Мол, так получилось. — Киселеву были неприятны эти, как он выражался, жемансы, но приходилось терпеть, так перед ним стоял один из лучших сыскарей полиции города Буговещенска, сам Анисим Ильич Кнутов, личность неординарной и талантливой. — Докладывайте, что смогли выяснить? — Немного, сыщик сделал два шага к столу начальству, но над тем, что узнал, стоит задуматься. — Вчера, когда господин Белый покинул ваши апартаменты, я следил за ним, как вы мне и приказали, дело было поздно вечером, только без лирики. — Главный полицмейст решил оборвать докладчика и отметил неудовольствие, отразившееся на лице сыщика. Но начальство, как говорит, среднее, потом тот еще крепче сжал котелок руками, проложая сообщение. — Господин Белый не стал брать извозчика, решил прогуляться. Сначала он шел по Чигиринской, на Зейскую улицу, далее на Амурскую. Вот на этом участке, как вы мне приказали, я решил ему открыться. И, признаюсь, ожидал чего угодно, но только не такого. Улыбка вновь проявилась на корявом лице сыщика. — Если кому-то в городе и нужна охрана, так только нету молодому человеку. Давненько меня так не отхаживали. Точнее, Киселеву нужна была информация, а не разлагольствование. Впрочем, он прекрасно понимал, о чем говорил сыщик. — Извините, Анисимович, продолжайте. — Кто-то всумел скрыть удовлетворение во взгляде и произнес. — Он меня уложил с двух ударов. Профессионально. Первое — в солнечное исплетение, потом по затылку. Я даже сознание потерял, чего со мной ранее не бывало. — Если позволить и высказаться, мое предположение. Либо господин Белый не тот, за кого себя выдает, либо чиновников в столичном управлении теперь готовит не только головой работ, но и кулаками. Во что я, признаться, мало верю. Владимир Сергеевич задумался. — Да. Любопытная получалась комбинация. Час назад Лубнев принес ленту телеграфа, из которой губернский полицмейстер узнал, что титулярный советник Белый Олег Владимирович действительно послан с инспекционной проверкой в Благовещенск, и что его высокопревосходительство генерал Оскольский лично просит Владимира Сергеевича оказать советнику всяческую помощь. — Подобная просьба равносильно приказу. — Даже более того. Киселев провел рукой по лицу, как пытаясь стереть озабоченность. — Приди ответ вчера вечером. Он бы, естественно, не давал распоряжения сыщику проверить перебургского хлыща. Теперь бы не ломал себе голову над вопросом, что же за птица прибыла у его хозяйства. Так, снова мысленно повторил про себя Владимир Сергеевич. — Столица подтвердила личность Белую. Однако слова Кнутова заставляли хорошенько задуматься. Плюс наблюдательность вокзального надзирателя, и мозаика рассыпается. То господин Белый светится с сумочкой супруги преподавателя мужского гимназии Помиловского. После не в меру применяет физическую силу, что никак не соответствует статусу простого чиновника по магоморателям. Владимир Сергеевич потер лоб. Если бы не ответ из Петербурга, он бы и секундой не медлил. Арестовал приезжего. Киселев настолько ушел в свои мысли, что забыл про сыщика, который до сих пор топтался перед его столом, тупо глядя в пол. — Ну, что вы мне не договорили? Владимир Сергеевич посмотрел на скорбное выражение лица Анисимовича и понял. Сейчас он услышит вторую. Причем столь же неприятную для себя часть сообщения. Выкладывайте. Кнутов поднял бледное от волнения лицо. Когда я отключился, он, кажется, обыскал меня. — Кажется, или обыскал? — Думаю, что да, — выдохнул Анисимович. У меня документы в кармане лежали совсем иначе. Я, понимаете, сначала кладу против сигар, уж после бумаги. — Что за бумаги? Владимир Сергеевич, глядя как съежился сыщик, понял, что напрасно спросил. Можно было догадаться и так. — Насколько я понял, теперь господин Белый знает о том, что за ним следила губернтская полиция. — Совершенно верно, — выдохнул ночной филер. — Весело в деревне девки пляшут. Тяжелая рука полицмейстра с глухим стуком опустилась на кожный подлокотник кресла. Пауза затянулась. Сыщик несколько минут переминался с ноги на ногу, потея боясь вытереть пот со лба. Однако не собрал всего себя в нервный кулак или слышно произнес. — А документ его проверили? Чистый? — Да, — нехотя ответил Владимир Сергеевич. — Все подлинно. И бумага, и печать, и подпись. — Анисим или еще раз помялся, стоя в дверях, ожидая новых распоряжений. Но уж раз начальство молчало, не выдержало и проявило инициативу. — Разрешите идти. Киселев отрицательно ботнул головой. — Подождите. Плицмейстер дал себе время продумать некоторые детали разговора. — Вот что. Слежку за ним продолжайте. — Пока. — Ну, открыто, чтобы наш гость думал бы твоего охрана. Когда в этом надобности исчезнет, я сообщу. Далее, как только он куда-либо уедет, обыскать его комнату, но чтобы ни единого следа вашего присутствия не осталось. Ясно? — Так точно. Меня интересует все. Но в первую очередь бумаги. Переписка, документы, записи, счета. Описать, показать мне. — Понял. Кивнулся Лошей Скорявый. — Позвольте взять Лубнева, он скоро все обучен. — Ни в коем случае. Не хватало, чтобы этот дурак по всему городу трепал. Сами справитесь. И еще. — Аня Семалевич. Киселев поднял указательный палец правой руки и погрозил им сыщику. Впервые за годы совместной службы переходила ты. — Не дай бог. Нежели узнаю, что ты хоть малость от меня скрыл, затеял свою игру, в остроге изгною. — Ты знаешь, мне всегда найдется, за что тебя туда упечь. Все понял? Острый кадык кнутовый нервно задергался. — Да, господин полковник. Сыщик Пятис покинул кабинет Киселева и пулей вылетел из полицейского управления. Олег Владимирович скептически осмотрел накрытый стол. Чего только на нем не было. В центре возвышалась фигурная бутылка французского коньяка, вокруг которой разместились холодные и горячие закуски. Стерлить горячего копчения в серебряном блюде, укрытой зеленью. В глубокой тарелке виднелись крупные куски оленины, залитые остропахушничьим соусом. Салаты из помидоров и огурцов, простой, но столь необходимый при изрядном количестве мяса блюдо, горячий телячий язык, приготовленный в кисловине, и, наконец, ради чего, собственно, господин Белый и приехал в Мичуринскую, свиные отбивные со шкварками в орнаменте прожаренных кружочков ряпчатого лука. Олег Владимирович с трудом сглотнул набежавшую от изобилия аппетитных запахов голодную слюну, прекрасно отдавая себе отчет о том, что одному ему никак не осилить приготовленную. — Простите, что-то не так? — низкорослый мужичонка в шелковой, расписанной яркими цвями рубахи, склонился перед посетителем и завозил на лице обязательную улыбку. — Нет-нет, благодарю. Белый, мысно махнув на все рукой, принялся оценивать гастомомическое искусство местного повара. Минут через пять, когда первый голод был утолен, и внутри тела принялись бегать теплые, дурманивающие волны насыщения, Олег Владимирович неожиданно почувствовал на себе чей-то взгляд. Интуитивно он замедлил движение, выждал несколько секунд, после чего кинул взор перед собой. Нет, с этой стороны им никто не интересовался. Занято было два столика. И за боями публика занималась сама собой. Но Белый чувствовал, за ним определенно наблюдали. Левая рука легко, как бы случайно коснулась ножа, и тот с тонким звоном упал на пол. Половой бросился было к ногам постояльца, но Белый его опередил. Он резко наклонился за ножом, чуть повернул голову влево, и тут же увидел глаза, которые так что сверлили его спину. Глаза той самой девушки, которую он видел в пролетке. Госпожа Мичурина. Девушка сидела в кругу веселой компании. Полина. Олег Владимирович вспомнил имя красавицы. Интересно пронеслось в голове постояльца, чем и мог заинтересовать эту особу. За спиной раздался смех. Молодые люди расположились в круг крайнего столика возле окна. Вместе с Гусарой Мичуриной за чашечкой кофе и пирожными кратали время две ее подруги. Девица довольно бойкая и веселая, и четверо молодых людей, двое из которых были офицерами артиллерийского полка. По крайней мере, такой вывод сделал Олег Владимирович по их форме. Двое других, судя по всему, прожигали папенькины деньги, ухлёстывая за провинциальной красавицей и приданым. Кто-то из них пустил по кругу очередную шутку, и столик вновь взорвался громким смехом. Самой реплики Олег Владимирович не расслышал, но суть ее уловил в последних словах, произнесенных довольно громко и явно предназначенных для его ушей. Олега Владимировича назвали «столичным павлином», случайно забрятшим в чужой зоопарк. Белый усмехнулся, протер нож с салфеткой и принялся резать мясо. Олег Владимирович решил не обращать внимания на поведение молодых людей, тем более, что он и сам не в столь далекие времена редко упускал случаи позубоскалить над кем-нибудь в кругу друзей. Отбивная была превосходна, мясо просто таяло на языке. Коньяк вязко перекатывался во рту, доставляя пьянящее удовольствие. Однако наслаждение ненадолго отвлекло гостя из Петербурга. Следующая реплика уже явно предназначалась лично Олегу Владимировичу, потому что была произнесена нарочито громко и отчаплива. — Интересно, это как же должна работать голова нашего гостя, чтобы столь в ладые годы уж так облысеть? Девичий смех прервал выступление наглеца, но не остановило. Хотя, вполне возможно, сия голова работала не умственно, а в любовных утехах на подушках столичных примадонн. В ответ на эту реплику девицы в притворном возмущении набросились на негодника, одновременно бросая озорные взгляды на господина Белого. — Естественно, их занимало. Как же отреагирует на слова их приятеля незнакомец? Олег Владимирович доживал кусочек, промокнул рот салфеткой, медленно приподнялся и повернулся в сторону компании. — Прошу прощения, — тихо и спокойно произнес он, — что прерываю ваше веселье. Но я желаю знать, кто из вас, господа, только что извоил обсуждать мою внешность. Девушки умолкли и теперь с любопытством смотрели на незнакомца. Один из офицеров небрежно откинулся на спинку стула и, закинув ногу на ногу, произнес. — Предположим, я. Олег Владимирович нахмурился. Ссориться с армейскими чинами, особенно когда он собирался провести проверку прямо в полках, в его планы никак не входил. Но и давать спуску молодому человеку в погонах штабс-капитана он не собирался. Следовало найти выход из создавшегося положения, и немедленно. — Господин офицер, — тихо произнес Белый, — сейчас же принесите извинения, и на этом мы с вами распрощаемся. — С ним сейчас нельзя говорить на повышенных тонах. Белый просчитал все варианты действий. — Видишь, как глаза горят? Из-за машки, словно у столичного гема. — И не подумаю. Длинные пальцы артиллериста отстукивали на лакированной поверхности стола мелодию, напоминающую барабанную дробь. — Я вас прошу подумать над моим предложением. Ситуация явно заходила в тупик. А что в противном случае на тщательно выбритом холеном лице штабс-капитана играла противная ухмылка? — Вы меня вызовите на дуэль. Девушки с восторгом смотрели то на своего кавалера, то на высокого, слегка худощавого незнакомца в модном черном костюме во время всего диалога, стоявшего возле своего стола. — Одно дело — читать в авантюрных романах о подобных сценах, и совсем другое — присутствовать при таком личном. Игривый взгляд госпожи Мичуриной скользил по фигуре Олега Владимировича, а чё-то чувствовал на спине неприятный озноб. Местная красавица явно испытывала удовольствие от происходящего. Белый развернулся к стылу, небрежно взял серебряный столовый нож и вновь повернулся к компании. — Я в последний раз предлагаю вам мир. Белый бросил взгляд по сторонам. — Слава богу! Пока на них никто не обращает внимания. Но сколько может проложаться? — И что? Будет дуэль на столовых ножах? Штабс-капитан раскатался. — Господи, да чего эти гражданские глупые! Что хотел сказать офицер после «и» — никто так и не узнал. Штабс-капитан не успел двинуться, как долю секунды нож, который, незнакомец только что резал отбивную, вонзился в стол между большим и указательным пальцами руки офицера. Конец стылового прибора пробил скатерть и несколько слоев флака, войдя в крепкий дуб, словно в растопленное масло. Рука наглеца мелко задрожала от запоздалого испуга. А Олег Владимирович как ни в чём не бывало, повернулся в сторону дочери хозяина заведения и произнёс. — Прошу прощения за наше с господином штабс-капитаном поведения, разрешите откланяться. Молодой человек слегка склонил и сеющий голову в сторону госпожи Мичурины, её подруга, и лёгким упругим шагом направился к выходу. — Идиот! — ругал себя белый последними словами. — Зачем? Зачем выставился? Ведь мог бы промолчать, будто ничего не слышал. Мог? Нет, нужно было бы пиандриваться. Олег Владимирович с силой хлопнул себя по колену и приказал кучеру править казначейством. Впрочем, Олегу Владимировичу, несмотря на происшедшее, победа удалось. А вот Владимиру Сергеевичу Киселёву в тот день кусок в горный лес. Который раз полицмейстер перечитывал телеграфные уведомления из Петербурга и ломал голову над вопросом. Для чего дьяволу водери? Прислали в Благовещенск этого малокасаса. Всего второй день сопляк в городе, а всё руководство полиции начало терять покой и самовладание. Полчаса назад Киселёву позвонил глава казначейства и сообщил, что инспекция из Петербурга приступила к проверкам. Владимир Иванович перечислил документы, которые потребовал предоставить экспрессию Белой. Главу полицейского ведомства удивило то, что помимо чисто прямых финансовых отчётов о перечислении их средств на нужды армейских полицейских формирований, проверяющий провел интерес к окладам офицерского состава и чиновников его управлению. Эти-то бумаги для чего ему? Владимир Сергеевич прекрасно знал, если какие делишки прокручиваются с государственными средствами, только не по данной бухгалтерии. Ещё не нашлось в России идиота, который бы нарушил табель о рангах. Ушаков Владимир Иванович тоже был крайне удивлён. Данным обстоятельством. Тем более, что к Белому по просьбе Киселево он представил самого опытного работника, который полдня внимательно наблюдал, как пятибургский мальчишка тщательно переписывал данные именно из тех самых папок, которыми как остальные только бегло просматривал. К тому же произошедший меж ними странный разговор об игорных домах, переданных Ушакову стариком, носил новую окраску в сферу деятельности господина Белого. Владимир Сергеевич поднялся из-за стола и прошёл к телефонному аппарату, висевшему на стенном проёме между окнами, выходящими на большую улицу. По пыльной дороге прошла колонна солдат под руководством двух унтеров. В руках служивые несли сменную одежду и по куску мыла. Две роты артиллеристов шагали в баню. Владимир Сергеевич с раздражением дёрнул зашёлковый шнур. Гордины мягко опустились к полу, закрывая вид из окна. Киселёв поднял мембрану, в которой следовало говорить, и покрутил ручку телефонного аппарата. Спустя несколько секунд его соединили с домом губернатора. Алексею Дмитриевичу в родных пенатах не оказалось, что, однако, нисколько не смутило начальника полиции. Он просил супругу губернатора передать, что сегодня вечером всенепременно нанесёт визит к его превосходительству и не один, а с столичным гостем. И добавил, что очень бы хотел также аудиенции с Алексеем Дмитриевичем. После телефонных переговоров Киселёв вернулся к беспокойной мысли. — А с чем же вы к нам приехали, господин территориальный советник? — Неужели для того, чтобы сместить кого-то с занимаемой должности? Когда кто-либо из чиновников, попавших в Благовещенск, не по своему желанию, а по воле вышестоящего руководства, начинал жаловаться на превратность судьбы и скулить по поводу того, что, мол, злая доля закинула его чуть на край света, Владимир Сергеевич моментально останавливал его единственной фразой. — Благовещенск еще не край света, — говорил он. — В Российской империи имеются места, куда более отдаленные, в которые ссылают неугодных не только из столиц, но и из Амурской губернии, к примеру, Сахалин или типа Камчатка. После подобного аргумента расстроенный собеседник в момент преображался, явно представляя себе все перспективы жизни вне цивилизации и культурного общества, каковое в Благовещенске все-таки имелось. Теперь, судя по всему, ситуация складывалась так, что над головой самого начальника по полиции навис Дамоклов меч правосудия. — А как все хорошо шло в восемь лет! — Однако Владимир Сергеевич просто так сдаваться не собирался. — Что ж, господин Белый, — мысно обращался он к своему отсутствующему визави, — если вы ищете для отчетности неблагонадежные личности, мы вам их предоставим. Вы, Олег Владимирович, повезете в столицу не только прекрасный отчет о выполненной работе, но и придачу тройку свидетелей состава преступления. А с таким багажом можно и по служебной линии продвинуться. — Уж кто-кто, а столичный хлыщ это должен тонко прочувствовать. Владимир Сергеевич слегка потянулся, широко земнул. Может, даст бог он хоть сегодня выспится, а то с приездом инспекции сон в последнюю ночь как-то к нему никак не шел. Как только гость из столицы спрыгнул с пролетки и вошел в двери губернского казначейства, к извозчику тут же подбежал стоявший на противоположной стороне улицы Анисим Ричкнутов. — Рассказывай. Без какого-либо приветствия тут же обратился он к хозяину к живому транспорту. — Где были? — Чем твой пассажир занимался? Может, говорил о чем-нибудь? И деталей, деталей не упускай. — Так, Анисим Ильич, рассказывать мне пока что нечего. Как вы приказали, утром я их благородие встретил. Я, когда к начальству молча, потом ждал. Вот на обед съездили в Мичуринскую, теперь назад показали привезти, и все. — И что, все время молчал? — Так точно, ваше благородие. — Понятно, — протянул Анисим Ильич и нервно вчесал до синевые выпрятые шеи. — А завтрашнем дне хотя бы вскользь что-нибудь говорилось? — Да вроде и нет, — промычал извозчик. — Вроде, — предразнил мужика сыщик. — Запоминать надо, коли тебя на столь ответственное дело поставили. — Так, ваше благородие, я же говорю, молчали они все время. А если что и бормотали, то так тихо, что я и забрать не мог. — А ты в следующий раз с ноги взорвался, Кнутов, и сплюнул в дорожную пыль. — Завтра доложишь мне что да как. — Постарайся войти в доверие. — Разговори. — Что, мне учить тебя, как делается? — Нет, ваше благородие. — Вы сами как-нибудь, — кучер стянул с головы картуз, вытер руком в рубахе вспотевший лоб, видимо, собравшись с духом, негромко проговорил. — Разрешите, Анисим Ильич, поделиться с вами некоторыми сомнениями. Сыщик бросил взгляд на казначейство и утвердительно кивнул головой. — Тут и такое дело, — начал рассказ мужик. — В Мичуринскую облагородие ехали в очень хорошем расположении. — И? — с нетерпением вставил репьюк Кнутов. — А возвращались совсем в другом стоянии. — В каком другом? — Да будто их там неприветливо встретили. — Хмурые они вышли из Мичуринской, злые. — Ругался, что ли? — Да нет, не ругались, наоборот, всю дорогу молчали. Но я-то чувствую, когда у человека на душе легко, когда кошки скребут. Так вот, у них благородие было настроение, будто либо ему гады сделали, либо он совершил такое, за что потом винил себя. — А ты сам не заглядывал в Мичуринскую? — Как можно, с удивлением, — ответил взводчик. — Нам туда дорога заказана. — Значит, кто помимо нашего гостя там присутствовал-то и не видел, в том-то и дело, что видеть не видел, но подозрений высказать могу. У входа в Мичуринскую дрожки стояли всему городу известные, черные лакированные, европейского образца. — Дочери Кирилла Игнатьевича? Совершенно верно-с. Вот она, скорее всего, может дать ответ на вопрос, что нашему молодцу так подпортило настроение. — Ну вот. Анисим Ильич отклавился. — А ты, — говорил, — ничего не заметил. — Оказывается, можешь, когда хочешь. — Что-нибудь еще оприметил? — Нет, ваше благородие. — Ну что ж, тогда я в Мичуринскую. — А ты жди. Если что, тревожь даже ночью. Олег Владимирович, стремительно переступая через две ступеньки, поднялся в второй этаж городского казначейства, прошел к своему кабинету и без предупреждения распахнул дверь. Ермолай Константинович тщательно осмотрел оставленную на столе бумаги, после чего облегченно опустился на стул и удовлетворенно хмыкнул. Как он и предполагал, старик внимательно перелистал, все ночи, чем Олег Владимирович работал в течение четырех часов и, естественно, побежал к начальству на доклад. — Да, господа провинциальные чиновники, инспектор из Петербурга вновь поднялся на ноги, подошел к окну, распахнул востворки и с наслаждением втянул в легкий и свежий дурманищий воздух. — Могу только себе представить, как у вас теперь трещит голова от загадок, которые я вам подсуну. — По логике, следующий шаг теперь должен. Я просто обязан сделать господин Киселев, представив меня губернатору, а иначе никак, иначе тупик. Белый достал из кармана жилета луковица часов завода Павла Буре двадцать минут четвертого. — Отлично! — тихо, чуть не в нос произнес Олег Лавинович. — Господин Киселев, ау? — А я к встрече готов. Даю вам полчаса на то, чтобы вы меня пригласили. Поспешите. — Хватит раздумывать над моими действиями. Приступите к своим. Пора сделать ход, как вы недавно изволили выразиться, на вашей простой шахтной доске. За дверью послышали шаркуюсь шаги. Ермолай Константиновича, белый и услышав их, торопливо схватил в руки первые попавшиеся листы, испещренные цифрами и таблицами, и принял вид, будто внимательно вчитываются заезжимы. Наполина Кириллна Мичурина, неожиданно почувствовав некоторые недомогания, покинула подруг, отказав навязчему штаб с капитаном в просьбе проводить ее до дома. Уже сидя в пролетке, она признала себе, что поведение незнакомого молодого человека ее взволновало до глубины души. Нет, девушка привела в восторг ни самообладания, ни незнакомца, тем более не понравилась его реакция. Нет, Полину Кириллну потрясло совсем иное. То, к чему она и привыкла в силу своей избалованности. Молодой человек не обратил на нее внимания. Не вопрощальная фраза не в счет. Полина Кириллна глубоким женским нутром почувствовала, что петербургский повеса пренебрежительно ее проигнорировал. Ее, ту, на кого молилась едва ли не большая часть мужского населения города, ту, которая чуть не ежедневно признавались в любви офицеры и студенты, чиновники и купеческие сынки, молодые и старые, ту, которая отказывала им всем, одним смеясь в лицо, другим предлагая вместо любви дружеские отношения. Странные чувства захлестнули Полина Кирилл. Чувства ранее ей неведомы, да сели неиспытанные, непонятные, неприятные. Девушка вскочила на ноги, схватила с подушки сиденья, привезенной из Англии с чайной забытой отцом стек, и хлестнула им по плечу ни в чем не повинного кучера. «Что плетешь, как сонная муха, давай, гони!» Вторично повторять не пришлось. Хлыст вмиг ожег круп лошади та, от боли мотнула головой, пролетка понеслась вдоль широкой, почти безлюдной улицы, оставляя свой клубы тяжко седающей пыли, внося в неизвестность растревоженную девичью гордость.